Девчонки, всем привет! Я начинаю новый влог. Сегодня 8 августа, на весах 65,7. Ура! Мой завтрак, ну, 2 часа дня, но я только захотела кушать. Салатик из помидорчика посолила, поперчила, кунжутные семечки и немножко грудки. Даже не знаю, сколько здесь, 50-70 грамм, может, чуть больше буду кушать. Сегодня мы приехали с Олечком в парк аттракционов сбить мой пыл. Подробности в автовлоге про Авито. Да, Оля покатается, наверное, я не хочу. В общем, здесь сейчас будет всё шумно. Аттракциончики. Я, кстати, любила лодочку. Правильная работа, я поинтересовала? Ну, я думаю, что да, скорее всего, да. Здесь куча всяких будочек, попкорн, сладковато, перекусы. Ну, в общем, как и в любом другом парке. А дальше там озеро, мы как-то давно с вами гуляли. На этом месте другое кафе было. Ну, хотя, может быть, это же, но оно по-другому выглядело. И у меня с ним сейчас расскажу историю связанную. Я никогда не забуду. Я сидела тогда, значит, так упорно на сайтах знакомств и пошла на встречу с каким-то Валерием. Значит, Валерию на тот момент было вроде как... Ну, что-то в переписке мне тогда, чтобы вы понимали, было лет 19. А он писал, что ему там 25. Приходит дядечка. Ну, вот, чтобы не соврать, ему, наверное, было, я думаю, лет 45. Сразу взял пиво. Я уже такая, думаю... Детельмен. Да, я уже такая вся в шоке. Потом, значит, он рассказывает о том, что у него там двое детей дома. Он якобы разведён. Короче, я просто вспоминаю вот это место с кафе, что это было что-то с чем-то. Тогда вообще весёлый был денёк. День встреч. Вышли из парка, потому что кое-кто очень хочет дойти до галереи, потому что в галерее есть бесплатный туалет. А я здесь даже не знаю, кстати, где и платный есть. Вот где-то здесь. Да? Да, там есть. В общем, мы сейчас сходим в галерею, а потом поведём ребёнка кататься. Цепочку не нашла. Вкусняшки. Вкусняшки. Ребёнок на выгуле. Это же первая школа. Первая школа. Здесь деревья, ничего не видно. Вот так вот через парк прошёл в центре уже на 40 лет. Ой, октября. В общем, и к галереи почти дошли. И до галереи дошли. А она вечером красиво светится. Дошли уже до озера в парке. В нём купаться нельзя. Уточки. Там просто катамараны, островок есть, там животные. Сейчас сделаем кружочек и пойдём посидим на лавочке. Здесь есть зоопарк, но там, по-моему, бедных три животных и всё. Черепашки. Кстати, много здесь черепашек, но их не очень хорошо будет видно, но они тут есть. Скоро закат будем встречать. Это уже дальше тоже здесь парк. Здесь фонтанчики, тоже ларёчки всякие. В общем, батуты для деток. Ну и выход уже туда идёт из парка. Ой, когда-то, помню, я ходила в тир здесь, стреляла. Одно время мне это прям было безумно интересно. О, Ольчик не видит. Оля сейчас там катается. Ух! Всем привет снова. Сегодня 9 августа. Вчера я на ночь, когда приехала домой, я выпила... Ой, выпила. Я съела только арбуз, и то не сильно много. А так вот всё, что мы погуляли, мы потом кофеёк пару раз выпили. Или раз я выпила. В общем, я не помню уже. Вот, и всё. Всё, кушать не кушала, тут дождь был, поэтому дальше не снимала. Сегодня на завтрак у меня это курочка в соевом соусе. Да, мамуля, как... Что тут было? В соевом соусе. Два помидорчика. У меня как-то уже чуть пошло, что я завтракаю, и всё, блин. Но нет, сегодня я думаю, что будет... Будут ещё приёмы. Сегодня я прям голодная. На весах 65,5. Ура! Медленно, но вес уходит. Сделала сегодня себе покрытие. Ну вот только что. В общем, захотелось такого какого-то лавандового. Вот я вам говорила. Пингхаус. То, что я беру. У меня всё, в принципе, от них. И вот подумываю, может быть, сделать всё-таки сейчас мне стемпинг. Вот плиточку, которую я вам показывала. Здесь прикольные всякие такие надписи. Не знаю. Сейчас ещё подумаю. Так, у меня уже обед, и на обед у меня курочка, которая у меня была на завтрак кабачковые. Вот такие лепёшечки, помидорчик, огурчик. Ну, сразу понятно, что я дома сегодня. Значит, у меня будет и ужин, и полкник, и всё на свете. Прям слюнки текут. Хочу скорее покушать. Девчонки, в итоге всё-таки я добавила себе паутинку, паучка. В общем, решила сделать так. Что-то в этот раз немножко не так хорошо у меня получилось. Кое-где какие-то проплешины. На этой руке оставила всё таким образом. В общем, просто свет немножко плохой. У нас сегодня пасмурно, хотя я и свет включила. Ну, в общем, паутиночка у меня. Вот так вот. Сейчас с Ольчиком вышли в цветник. Так, вечером здесь, ну, сейчас, конечно, не так хорошо видно, но всё равно здесь очень красиво. С правой стороны там галерея. Здесь, смотрите, Петяковск. Как написано, все эти арочки такие красивые. Клумбы, там такие клумбы. А мы как-то ходили, не знаю, почему я не сняла. Здесь вот выставлялись. Они, по-моему, с какой-то периодичностью, да, ярмарка? Каждые выходные. А, каждые выходные здесь ярмарка. Здорово очень. Кстати, поняла, что проголодалась я. И вспомнила, что у меня в машине есть мюсли. Ну, вернее, батончик, да, с этими злаками. Мюслир. Ну, конечно, не очень здесь и калории, и сахара. Я так думаю, калорий много. Но я уже просто скушала дыньку. И как-то она меня не сильно поправила. И хочется кушать. Поэтому я сейчас вот съем этот батончик. Девочки, сегодня уже 10 августа. Наверное, сегодня будет последний день съемок. Ну, я имею в виду этого влога. У меня завтрак. Я хочу прям плотненько позавтракать. Сначала хотела половину ножки отрезать. В общем, это был тоже куриный шашлычок мама делала. Но решила полностью скушать. Просто убрала шкурку. Также у меня здесь перчик с, кажется, базиликом. С чем-то там где-то. Чуть-чуть грибочков и огурчик. Нямочки. И кофе я себе уже сделала. Девчонки. Выезжала. Ничего в городе не снимала. По делам ездила. Сейчас у меня будет, я не знаю, сколько времени. Часов, наверное, 5 с чем-то. Ну, скорее всего, это уже будет ужин. Ну, не знаю, не буду зарекаться. В общем, у меня здесь шашлычок. Это свинина, лучок и огурчик. Так, и все-таки. Влог вчера я не закончила. 11 августа. Мой завтрак. У меня здесь куриное филе. И овощи. Доедаю статочки. Не знаю, наверное, вам не интересно смотреть. Я плюс-минус ем от ну и тоже. Но, пардоньте, я все же для себя, в том числе, буду это снимать. Пока что буду снимать. Вот. И, не знаю, сегодня у меня по плану съемка видео. В общем, если что-то будет интересно, я вам расскажу. Больше всего меня тревожит, что скоро закончатся арбузы. Ну, относительно скоро месяц еще, наверное, и все. В общем, обедик арбуз. Девчонки, сейчас часов, наверное, 5. Это, ну, я думаю, что это уже будет мой ужин. Я потом арбуз только еще поем. У меня курочка запеченная в духовочке. И два помидорчика. Сегодня следующий день. Завтрак. Немножко куриной грудки. Здесь баклажан запеченный с ней. Сыр и помидорчик. Блин, 13-е уже августа. Девчонки, ничего не снимаю, потому что ничего, честно, не происходит. Сегодня опять пятница. Сегодня уборка. Вчера сделала разгрузку. Вот, показала вам завтрак. И потом я только скушала немножко арбуза и пила кофе. Все. Как бы тоже не есть хорошо. На весах 65,2. Вес относительно стоит. На завтрак у меня запеченная, что это тут, я не знаю, бедрышко или какая часть от курицы. Помидорчик. Сегодня буду убирать. Вечером вообще хотелось съездить к крестнице, но не уверена, что получится. Ой, в общем, блок такой питания. Простите меня. Девчонки, у меня ужин. У меня здесь говяжий бекон, два хлебца, помидорчики. Хотела показать. Это вот такой вот Миратор. Бекон из мраморной говядины. Он безумно вкусный. Просто, да, здесь есть жирочек, но совсем немножко это... Ну, хотя, может, и не немножко, но, короче, это вкусно. Наверное, это не совсем ПП, но буду кушать. Вонечка. Доброе утро, мой солнышек. Доброе утро, мои котятки. Мамины. Вы мамины? Вы мамины сладкие, да? Ох, могу встать. А, Скорюшек, где мой сынок? Где мой тенётик? Где мой тенётик? Ай, Ботя. Ай, мой тенёный сладкий. Я уже почти собралась. Осталось досушить мне немножко волосы. На два дня, как я уже говорила, выезжаем к Женечке. Погода отвратительная просто. Я надеюсь, что не попаду под какой-нибудь ливень, град. Блин, я всегда переживаю, будет ли место поставить машину подкрытую. И обычно нет. Выезжаем мы поздно, потому что Оля работает, Женя работает. Ой, в общем, не знаю, не знаю, что-то как-то я всегда так переживаю за дорогу, как, что вообще будет. Кстати, а у Жени, сейчас я вам покажу свой завтрак. Сегодня какое? Число? Четырнадцатая. А, я, наверное, вам и не говорила, что... Я собираюсь к Жене, я думала, что я ещё не завтракала. Я вам покажу свой завтрак. И у Жени обязательно тоже кое-что расхламила из помад. Покажу, что она заберёт, не заберёт. Ну, в общем, я потихоньку избавляюсь реально от того, чем я не пользуюсь. И просто лучше отдать кому-то из подруг, если подойдёт. Мама мне на завтрак формочки оставила на столе, чтобы в холодильник не стоять не остыло. Здесь рыбка в кляре. Я, наверное, сейчас кушаю один кусочек с помидорчиком. Так, думаю, это будет мой завтрак. Так, вообще, сегодня читмил, по идее. Я уже сходила в магазин уже в Пятигорске, доехала. Не знаю, сколько Олю ещё ждать. Я уже готова ехать. Зашла в магнит, блин, так хотела пива. Я люблю, знаете, какой гараж с этим, с брусникой. Его не было, ходить по магазинам не хочу. Ну, хотя сейчас не удивлю, что Оля скажет, что мне надо туда, но надо сюда, не знаю ещё. Но я не хочу никуда ехать, блин, не так ждать. Я, честно, уже готова была бы из Лермонтова напрямую поехать в Пятигорск. Ой, в Кисловодск к нам. Приехала за Олю, чтобы вместе поехать. Вот мы просто как бомжары. Доехали в Кисловодск, поставили машину около стоянки, ждём такси. Вот просто, понимаете, на два дня. Это, девочки, на два дня. Сумки, пакеты. Это мы без особой еды. И это лето, не так много вещей. А у нас есть арбуз, да. Салатик, салатик мешается. Сейчас вам покажу, какая у нас няпка будет. Жень, а лимон-то не дает? Ну, вот и наш столик, ужин. Мы сделали, ну, вернее, девочки сделали. Я ничего не делала. Салатик овощной. По-киевски себе взяли. Девочки взяли себе ещё чебуреки. Я скушаю по-киевски. Салатик взяла себе. Посмотрите, какие у Жени бокалы. Это из Икеи бокалы, Женечка? Да, верно. Классные бокалы я себе. Начну вот с такого пива эссом. Вот, я месяц реально не пила и ничего такого не ела. Так что, ну, я надеюсь, что я сейчас не наемся сильно, но думаю, что нет. И, в общем, у нас такой пивной, пивная, сидр у меня тоже вот такой будет, как у Оли. Вот, так что хорошего нам вечера. Надеюсь, потом мы ещё включимся. Девочки, я хотела показать то, что Оля подарила Жене. Наверное, подарила, шучу. В общем, помните, я вам показывала свечи, которые делала Оля. И вот какая расцветка, посмотрите. Какая вообще красота. Это всё полностью. То есть, и каш-повод. Ну, всё, всё полностью сделала на Ольчиком. Вообще, вы понимаете, когда вот человек умеет делать. Это, Ольчик, это как? Это вощина. Это вощина, а вот здесь вот получается соевый воск. И это с ароматом тоже? Ну, и тебе аромат, оно с шиммером, с серебристым. То есть, когда она будет гореть, и когда воск расплавится, он будет серебристым. Смотрите, как здорово. Девочки, я ещё хотела вам показать Женину гордость, как она говорит. Ну, это реально. Просто посмотрите, у неё здесь книжный шкаф. Она очень много читает. Она любит читать. И просто посмотрите, какая у неё красота. То есть, вот здесь вот выставлены книги. Она всё это сортирует, переставляет по сериям, по-разному. Закладочки себе специально классные вот такие заказывает. Кстати, смотрите, свечи уже пристроила Женечка. Вообще, просто какой у неё классный книжный шкаф. Я вообще что-то перестала читать. Но как всё красочно. Вот хочется просто брать реально вот эти книги и читать. Правда же? Вообще супер. Посмотрите, у меня Женя подогнала помадку Фаберлик. Это 475 номер. Но она такая прям... Ну, я, правда, криво накрасила, с блёсточками. Но мне такое нравится. Она такая увлажняющая, приятненькая. Так что очень даже ничего. Тебе очень хорошо. И вот я делала вам... Не помню, говорила или нет, что хочу сделать расхламление. Я убрала из своей коллекции 5 помад. И это Golden Rose. И я когда... У меня было отдельное видео со всеми, что у меня были. У меня их было, наверное, штук 15. И многие из них, я говорила, мне напоминают, я их сравнивала с маковскими помадами. Вот. Но я привезла. Я себе оставила, не помню, по-моему, одну или две. У меня в Project Pay, не помните, такая под плизми есть. Но вот эта такая тёмно-фиолетовая, её у меня... А, она у меня по типу маковская есть. Вот, Женечка. Ладно, Женя, нельзя пока снимать. Но вот эти, которые коричневые, они... Я вчера, когда решила попробовать сделать сводчи, мне показалось, что они как-то плешивят. Я не знаю, Женя сейчас тоже на себе посмотрит. Красные, я знаю, что ей точно подойдут и будут нормально. Вот. Ты прям ровненько ходишь, очень накрасывая. Хорошо, ладно. Ну вот она красит у неё... Сейчас она красит вот это. Очень красивый цвет. Я потом на Жене покажу тоже. Это 34-ый. И 18-ый. Но это более яркое. Но вот эту, я её, честно, сначала хотела оставить себе. Потом порылась в коллекции своей. Я думаю, нет, у меня от Мак есть похожая. Ну, как бы я реально такими крашусь пару раз в год. Поэтому, ну, смысл держать. А вот эти по качеству прям потрясающие. Пожалуйста. Вы очень хотели. А Оле, значит, помните, я делала расхлабление? Я Оле вот эту фаберликовскую тоже вот пристроила, пристроила. Вот эту. Да. В общем, мы, как всегда, сходим с ума. Вот, Женечка сейчас накрасилась помадой. Это в каком номере? А, чтоб я знала. Там номер написан, Женечка. Знаешь, на номере написано ещё что-то. Номер 18. Ну, как бы. Вот. Так что сейчас попробует другой цвет. Вот, Женечка красила 28-ой номер. Говорит, вообще плохо она наносится. Я сказала плохое слово, что задолбишься её наносить на губы. Это если у вас хэллоуин на дворе, тогда можно. Ну, кстати, на камере, в принципе, ну, так на губах она смотрится нормально. Повседневный лук на работу. Ну, да. Женечку говорю. Я говорю, я на тебе всё буду снимать. Мы сейчас, дело в том, что вот эти помады фаберликовские я привезла, чтобы Женя выбрала, какие себе заказать. Я ей до этого, когда тоже расхламилась, отдала цвета, которые, ну, мне вообще не подходят. Вот это вообще топ-топ-топ-топ. Да, вот Женя её просто обожает. А сейчас вот у неё на губах номер 4467. Ну, вот я его тоже очень люблю. И Женя подходит. Она говорит, вот, наверное, её тоже хочу. Да, я страдаю, что у меня вот эта моя закончилась, я хочу. Ну, они, в принципе... Ну, почти. Это маковская, не знаю, что это за серия. Ну, это ликвык вот эти вот. Угу. А они больше не выпускаются? У меня вот этот оттенок. Ну, вот так вот. Так что ищет Женечка альтернативу. У нас, пардон, уж на фоне еды. Ну, в общем, мы тут... Я просто, понимаете... Ну, подожди, ну, раз шесть. Тут я пооткрывала все Женины помады. Я тут себе и на губы понаносила. Понаносила, ну, в общем. Угу, фарда, она офигенная. Да, тут такие помады. Я в жизни косметички вовсюду. Ну, мы снимали. У нас было видео с Жениной. С всей косметикой, между прочим. Косметичка моей подруги. Если не забуду, оставлю ссылку на то видео. Которой мало, но это помад. Не, ну, помад просто. Ну, Жене такие губы, что грех их не красить. Красивые. Ну, я понимаю, Тюм... Наносила просто. Ты как японка. Ты чистила посередине. Да, в общем. Ладно, мы продолжим свой вечер. Выбрали помады, Жене. Мы. Паверликовские. Вот так вот я человека с мака перетащила на Паверлик. А когда денег нет, не дожирует. Да. Нет, реально классные. Ну, они классные. Стей, true state. Ну, вот эта вот серия. Девчонки, они офигенные по качеству. Берите. А, Женя тут разбирала свои помады. И я ей сказала все, что ей не нужно в остатках мне оставить, отдать, чтобы я могла... Ну, даже снять мне самой интересно. Но одна мне, правда, вот эта очень-очень понравилась. Она такая яркая, красивая, прям на губах. Это матовая помада. В общем, я потом вам в следующем, наверное, ретро-мат, в следующем влоге, наверное, нанесу на губы и покажу. Или, может быть, буду просто во влогах показывать и рассказывать, какая есть помада. Может, я нанесу. Ну, единственное, вот эта лимитка, ее уже нет. Ну, в общем. А вот эта Rible. Мне просто даже интересно попробовать. Знаменитая, очень популярная. Я помню, 6 лет назад так гремела на YouTube. Но мне просто интересно даже попробовать, как это все будет выглядеть. Так что я тоже кисточками выковыриваю и попробую. Ну, все такие темные. Но вот эти яркие. Я люблю яркие вообще на себе. Единственное, мне коричневые не очень идут. Но тоже будет все равно интересно попробовать. Так что спасибо Женечке. У нас такой бьюти-вечер немножечко. А еще Женя мне отдала вот такой вот карандашик от Lamelle. Кстати, от Lamelle никак не возьму себе для глаз, когда закончу свои все. Возьму себе, посмотрите. Такой яркий. Но он немножечко даже морковный. Но я нанесла нормально. Мне будет. У меня есть помада, под которой это подойдет. Так что супер. Спасибо, Женя. Я взяла и риски. Девочки, я скушала одну штуку. Мне кажется, у меня просто слезы потекли. Это было так вкусно. Ну, ладно, не потекли. Ну, просто это такие ощущения, когда ты это месяц не ела. Впереди! Вы знаете, это просто мое выражение. Лицо надо было видеть. Женя тащит игру. Какую-то игру. Так. Два действующих менеджера по Турисму. Один бывший менеджер по Турисму. Сейчас посмотрим, как мы знаем. Чудесо света. Какая-то игра. Сейчас посмотрим, что там. Она давно у тебя есть. А? Давно она у тебя? Десять. В общем, пока ничего не знаем. Женя складывает. Говорит, подожди. Ой, боже. Ой, боже. Просто вообще вот неинтересно. Господи, когда ты дружишь с одним блогером, с другим начинающим блогером, я не знаю. Куда диматься от вас отшить? У меня просто ужас. Пожрать нельзя, пока не сняли. Не сняли. Вот смотрите, как интересно. Ух ты. Ой, тут мозаики надо смотреть. Да, тут что-то прям прикольное. Кто каким цветом будет? Я буду середневым, я даже не спрашиваю. Я зеленым. Желтым. Я желтый. А я красная. Все, выбрали все. Не знаем, что делать, но все выбрали. Собрать вот такой маленький пазл из шести кусочков, то есть из шести континентов. То есть у каждого игрока есть своя фишка, и у пазла есть соответственный цвет. Вот. То есть тут будут задаваться вопросы по теме, естественно, страноведения. И иногда будут выпадать специальные вопросы вот из... А теперь под десертик, под дыньку, у нас идет игра Уна. Покажу вам свои карты. Оу. Так, сегодня уже следующий денек, вчерашний мы провели отлично. Девочки сейчас будут тут кухарить, что-то готовить. Что вы будете делать, расскажите, пожалуйста. Печенька с трещинками. С чем? С трещинками. Ух ты. Я помню все твои трещинки. Хорошо. Расскажите, пожалуйста, что вы, сколько чего... Это Тара, где мы будем смеяться. А, ты так хочешь? Ну да, сразу, да. Тара, нажми. Все, нажала. Нет, значит, мне надо 70. Стой, 85 грамм сливого растительного масла. 85 грамм растительного масла. Нашки-матряжки. Так, на землю что гружается, это... Честно, на этом этапе все. Это сколько у нас? Так, сахар. Сколько? Сколько? 85 грамм. 175 грамм сахара. А здесь венчик. 40 грамм какао. Ну, какао можно побольше, чтобы для цвета, как говорится. Нет, не надо, не надо. Теперь венчиком это все Ольчик взбивает. Это до однородной массы, да? Наверное, просто надо довести сначала, по-видимому. Ну да, сначала венчиком, а потом ванилинчик. Да, ванилин и разрыхлителем. И сколько ванилина и разрыхлителя? Ванилин, а сколько вообще его нужно в идеале по граммам? Ой, да ну ванилин всего... Просто ванилин это всегда щепотка для... Для замков. Щепотка соли и 5 грамм разрыхлителя. 5 грамм разрыхлителя? Щепотка соли это сколько? Щепотка соли. Вот так вот. Соли нужно, чтобы тесто пресса не было. Раскетель 5 грамм. Так, тут у нас сколько? 10,5. Но тут уже не полная. Все опять смешно. 140 грамм муки. Рассеивают девочки. В 4 руки работают? Да, я снимаю. В 6? Ну я просто снимаю. Вы в 4, вы делаете. Нет, нет, нет. Все. Ой, прикольная штучка. И на эту массу 2 яичка. Полностью, да? Да. И желток, и белок. И все перемешиваем. Знаешь, что я сейчас буду делать? Так, вот сольчик уже перемешала. И в час ходит на холодильник. А, на час еще холодильник нужно. Пленочкой чем-то накрывать надо? А ну что, набухнуть должно или для чего? А, хотя нет, здесь же не заражили. Заморозилось что? Ладно, дальше покажем. Девочки, у меня после вчерашней загрузки, сегодня разгрузка. Я с собой взяла йогуртики. Сейчас у меня какой-то будет манго, маракуйя. Вот такой вот йогурт скушаю. И будет арбузик, девочки. Сейчас будут мыть арбузик, а у нас еще будет арбуз. Так что сегодня я разгружаюсь. Сколько на весах было, не скажу. Много. Нарезали арбузик. Пол арбуза сочный. Сейчас будет вкусный. Вот это я сейчас тоже буду кушать. Арбуз обожаю. Так, сейчас включили. Оля включила духовочку. Разогреваем ее на 170 градусов. Полтора часа где-то в итоге в холодильнике. Тесто находилось. Сейчас Оля взяла сахарную пудру. Пергамент нужен, соответственно, форма вон. Водичка, потому что сейчас будет лепить Оля шарики. Застелили пергамент. И теперь смотрим процесс, как эта Оля сейчас будет делать. И потом уже покажем окончательный вариант. Так, Наташенька, отойди там. А, прям крупненькие они, приплюснула, да? Ну да. Печеньки. Печеньки. Ничего себе. Да. Красавец. Все, Ольчик, налепила. Насколько это в духовку отправляется? 12 минут при 170 градусах. 12 минут при 170 градусах. Покажу вам готовый результат. А пахнет как... Смотрите. Развезло. Да. Развезло. Оп. Сейчас, девочка, и мы будем смотреть мини-сериал. Она же Грейс. Основана на романе Маргарет Эдвард. Она же Грейс. Расскажу потом о впечатлениях. А вот и печеньки. Печеньки оказались квадратненькими по итогу. Но я думаю, что вкусные. Пахнут очень вкусно. Но, может быть, сейчас я его так вот отломлю чуть-чуть. Попробуем. Да. Вкусно. Ням. Пока девочки кушают печеньки, я думаю, что я сейчас вот этот йогурт скушаю. Слобода. Вообще, конечно, йогурт на самом деле зло. В них сахара тоже немало, блин. Короче, что-то кушать хочется. А попозже, скорее всего, салатик покушаю с ветчиной. У нас сейчас будет ужин. Девочки взяли какие-то наггетсы мироторговские, салатик. Я сейчас кушаю салатик греческий сделали. И ветчину сыром. Это вот то, что я сейчас покушаю. Надеюсь, сейчас Оля будет делать косички, какие у нее на ночь. Завтра будем левами. Ну, надеюсь, я тоже буду. Девчоночки, я уже в Пятигорске. Вот что у меня получилось. Ну, за счет того, что... Вернее, у Оли что получилось. За счет того, что просто у нас ливень жуткий. У меня тут уже и волосы распрямились на этот бок. Потому что я закрывала глаз. Я утром проснулась. Меня укусил комар. Во, во глаза веки. У меня вот это было просто распухшее. Вот это какое-то, наоборот, опухшее. Ну, сейчас, слава богу, все отошло. Они такие сильные были укусы. Меня вообще комары все время просто жрут. Ой, выходные пролетели. Я уже вернулась. Была уже в суде. Так уж получилось, что мне сказали вчера. Мы ездили там знакомиться, отфотографировать дела. Так что я уже вернулась. Села сейчас в машину. Попадаю, к сожалению, под перерыв. Мне нужно поехать еще в другой суд сдать документы. Но сейчас вот я подожду. Я в вечный жду, как надо мной смеются. Вот, так что... И потом поеду. И вообще, конечно, честно говоря, выходные чуть-чуть были. Вам, конечно, это все, да, выглядело. Я там рассказывала весело. Вообще, полвоскресенья у меня прошло в жуткой суете перед выездом. У меня... Я просто по дороге ехала, успокаивала маму. И вообще, я вам в автовлоге расскажу. На самом деле, страшные, печальные новости. И вообще, дела. Я об этом вам расскажу отдельно в автовлоге. Наверное, даже сейчас это сниму, пока у меня есть время. Ну, а вам я говорю, берегите себя, своих близких. Пусть все будет хорошо. Увидимся совсем скоро. Пока-пока.